За месяц 150 заявок в Саратове начали отлавливать бродячих собак. В центре содержания уже 40 пойманных животных. Почти все четвероногие обитали в зоне жилых застроек. Ловили дворняк и на детских площадках. Отлавливаем с помощью гуманных средств. Снотворного, сеток собачек, сачков. Потом помещаем их в специальное транспортное средство, в клетку. Мы доставляем в ветеринарию. Сотрудники компании «Дорстрой» пойманных животных кормят, поят, делают прививки, выводят на прогулки. По закону четвероногие могут находиться в центре только 12 дней. Дальше животных должны отдавать в приют. Но он в Саратове только один и давно переполнен. Сейчас единственная возможность пристроить всех этих животных – это отдать их в добрые руки. Кстати, здесь уже произошла одна такая счастливая история. Женщина забрала себе щенка. Сегодня тоже были своего рода смотрины. Правда, девушки ушли с пустыми руками. Так они смогли сделать выбор. На сайте компании для будущих хозяев выложены фотографии всех пойманных собак. Так сказать, каталог питомцев. Должны были их изолировать, но тем не менее, никто никаких мер не принял. Подобная ситуация сложилась и в Чите. Там отлавливать животных начали в прошлом году. После того, как стая бродячих собак напала на первоклассника. Мальчик погиб. Как следует пристроить всех вот этих вот бродячих собак или стерилизовать их не получается. На это элементарно нет денег. Наши власти договариваются с какими-то частными клиниками, с предпринимателями, чтобы они часть животных стерилизовали, скажем так, в рамках благотворительности. Снова отпускают их на улицу. Каких-то собак пытаются раздавать в рамках городских мероприятий, например, Дня города. Однако полностью проблему это не решает. В Саратове нападение бродячих животных тоже не редкость. Виктория решила сократить дорогу и пройти мимо частного сектора. На девушку напали три большие собаки и скусали ноги. Спастись удалось только благодаря случайным прохожим. Когда подошла, первая медсестра сразу сказала, такая, говорит, опять, как вас много покусанных. То есть, видимо, это уже далеко не первый случай. Бабушки добрые их раскармливают, и потом вырастают животные. Я считаю, это ненормально. Еще одна сложность, с которой сталкиваются сотрудники компании, так называемые зоозащитники. На каждый вызов приходится выезжать по нескольку раз. Из домов постоянно выбегают люди и устраивают акции протеста. Убедить местных жителей в том, что собак убивать никто не собирается, удается не всегда. Екатерина Молчанская, Горшишилин, Новости, Телеобъектив. Субтитры создавал DimaTorzok